Терные очки, кожаный плащ и фирменная прическа Фанатам комиксов, без сомнений, известно, о ком идет речь. Безусловно, это охотник на вампиров Блейд. Он уже был на охоте за вампирами в кино с 1990-2012 до 2004-го годов. В 2025-м году нас ждет перезагрузка, которая официально станет частью КВМ. В новом превью к фильму мы расскажем подробно о перезагрузке и почему до сих пор все не шло гладко. Вот краткий обзор главного героя. Эрик Брукс, Ака Блейд, родился у проститутки Тары Брукс в борделе в Лондоне 20-х годов. Роды проходили сложно, поэтому пришлось вызвать доктора по имени Дьякон Фрост. Он оказался вампиром, жаждущим крови. Он укусил Тару Брукс и случайно передал Эрику ферменты, превратив его в дампира. В результате Эрик обрел сверхчеловеческие способности. Он, в отличие от обычных вампиров, может передвигаться при солнечном свете, прозвище Дневной Странник. Однако, чтобы подавить жажду крови, использует особую целебную сыворотку. Блейд впервые появился в комиксах Гробница Дракулы, 10 выпуск, 1973 год. Гостевое появление в Призрачный гонщик и собственные истории в Марвел превью последовали за этим. Затем, в 1994 году, у персонажа появилась своя серия комиксов. Уэсли Снайпс, сыгравший Охотника на вампиров в 1998 году, без сомнения, оставил самое большое впечатление в роли Блейда. Несмотря на то, что фильм был запрещен за насилие, фанаты полюбили Снайпса. Блейд 2, Гильермо Дель Торо и Блейд Тринити с Райаном Рейнольдсом и Джессикой Билл следовали. Последний считается провалом. Также были выпущены телесериал и аниме-сериал. В 2018 году сбылась долгожданная мечта фанатов. Марвел объявила о перезагрузке, которая официально войдет в MCU. Махершала Али, обладатель многих Оскаров, принимает на себя роль любимца фанатов. В момент анонса мало кто мог предположить, что производство фильма не будет глотким. Независимый режиссер Басом Тарик изначально должен был адаптировать сценарий Стейси Осей Куфур. Но из-за творческих разногласий с Марвел оба покинули проект, требуясь быстрая замена. Выбор был сделан в пользу Яна Де Манджа, уже успевшего проявить себя в сериале «Страна Лавкрафта». Были привлечены новые сценаристы для переработки сценария, в том числе Майкл Грин, знакомый с супергеройским жанром по Логану. Работа над сценарием оказалась большой задачей и временами приводила к остановке производства. По сообщениям, Махершала Али едва не ушел, ведь Клинок — лишь второстепенный персонаж в его фильме. Но проект возродился с новым сценарием от автора «Когда они нас увидят» Майкла Старбери. Что будет в центре сюжета, пока неизвестно. Али, звезда фильма, заверил, что все еще участвует. В проекте также примут участие звезда «Жемчужины» Мия Готт и Делрой Линда. Клинок ранее не отличался мягкостью. Легендарная сцена диска из первой части, где кровь буквально лилась с потолка, нам всем известно. С Клиноком, теперь официально входящим в MCU, фанаты беспокоятся, что новый фильм может быть менее кровавым. Де Мандж, режиссер, в ответ на опасения в интервью подчеркнул, что Клинок останется откровенным. Это означает, что новый фильм получит рейтинг R. Уже начинаешь задумываться, когда же новый «Блэйд» выйдет? Фильм должен выйти 7 ноября 2025, после множества переносов и пауз. Останется надеяться, что все пойдет гладко и ожидать возвращения вампирского охотника. Какие у вас мысли? Ожидаете перезагрузку «Блэйда» или версия «Снайпса» слишком крута? Делитесь мнением в комментариях. Ставьте лайк, если понравился наш обзор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!